Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Quest Voyage Наталья и Андрей. Сегодня предлагаю посмотреть вам обзор отеля Jazz Maraya, который находится в Марсалам. Сеть отелей Jazz популярна и многими любима. И, конечно же, все, кто бывал в Египте, в Шарм-аль-Шейхе, либо в Хургаде, однозначно бывали в одном из отелей Jazz. Давайте же рассмотрим эту сеть Марсалам. Очень интересно, держат ли они уровень, а может быть здесь намного лучше? А если вы уже успели отдохнуть в этом отеле, конечно же, пишите в комментариях свои отзывы, что понравилось, что-то, может быть, мне понравилось в этом отеле. Я думаю, туристам будет полезна любая информация. Итак, посмотрим на ресепшн. Чисто, ухоженно, красиво. Современный дизайн – это то, что привлекает уже с обхода. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как красиво видно море с территории отеля. Ну а кто любит плавать в бассейне и наблюдать за красивыми морскими пейзажами, здесь это тоже присутствует. Еще могу отметить дружелюбный персонал в этом отеле. Белоснежно-кофейный дизайн выглядит очень эффектно, фотографии получаются изумительные. Отель выглядит просторным, здесь не чувствуется столпотворение, но могу отметить то, что для меня немножечко не хватает здесь озеленения, пышности, кустарников и пальм. У нас на канале вы найдете более 70 отелей Египта. Заходите в плейлисты и выбирайте идеальный для себя отель. Детские площадки и детская шоу-программа продуманы здесь ну просто идеально. Каждый день разнообразная шоу-программа, конечно же мини-диско. Посмотрите, как все чистенько, какое все новое, как все хорошо продумано. Деткам здесь будет однозначно интересно, особенно вот таких водных мини-аттракционах, где можно побегать и порезвиться. И, конечно же, куда без этого веселого ведра. Ну все Джаз любят такие мероприятия. Еще что мне нравится, вот такие детские зоны продуманы прямо возле пляжа. Вы можете отдыхать, а ваши детки будут находиться рядом с вами. И для самых маленьких здесь тоже предусмотрели интересные забавы. Мне очень нравится, что практически все отели City Jazz продумывают детские зоны до мелочей. Всегда есть место, где можно уединиться в тени. Есть горки для самых маленьких, в которых также присутствуют. И водная анимация, которая обычно включается с 10 утра. Все эти грибочки, горки в виде осьминога. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто отдыхал в этом отеле с детками. Было ли вам комфортно? Заметили ли вы какие-то минусы в этом отеле? И, конечно же, как же без современных тенденций, друзья? Сканируем QR-код и куда мы попадаем? Концепция отеля. Не нужна эта бумажная волокита, вся нужная вам информация будет у вас в телефоне. Работы баров, ресторанов, анимации. Все подробно расписано и на нужном вам языке. Очень удобно, что можно посмотреть все нюансы про каждый ресторан по предварительной записи. Работу аквапарка, все расписано. Итак, переходим смотреть дальше территорию отеля. Шезлонги, которые расположены возле бассейна, находятся на достаточно большом расстоянии, что весьма комфортно, когда отдыхаешь с семьей. Территория бассейна находится прямо возле пляжа, и вы легко можете сменить пляжный отдых на отдых возле бассейна, либо подойти к бару. Шезлонги новые, все чисто, хорошо обустроено. Отель достаточно свежий. Удобно, что есть плавучий бар, где для себя вы можете заказать любой напиток алкогольный, либо безалкогольный. По концепции все включено. Если вы хотите узнавать самые свежие новости про отели Турции и Египта, присоединяйтесь на наш форум туриста в Айбере, где уже более 16 тысяч человек. Каждый день люди выкладывают свежие отзывы про отели, фотографии, видео, информацию про сервис, питание, инфраструктуру и номера. Я думаю, информация будет вам полезна. Ссылку на форум туристов вы найдете в описании под каждым видео. Добро пожаловать! А если вы хотите приобрести тур по выгодной цене в Украине, Казахстане, либо в Белоруссии, обращайтесь. Номера телефонов в описании под каждым видео. В этом отеле достаточно активная анимация не только для детей, но и для взрослых. Есть водные развлечения, йога, дартс, все что угодно для того, чтобы вам было комфортно. Ну а если вы не хотите участвовать, вы просто можете отдыхать возле моря, либо любоваться красивыми пейзажами, лежа на шезлонге возле бассейна. Хотя отель и не был максимально заполнен, но желающие активно поучаствовать в дневной шоу-программе всегда находились, и это было весело. Аниматоры веселые и зажигательные. Что еще нужно? Каждый день в отеле продуманы интересные тематические вечеринки, как дневные, так и вечерние. Например, сегодня посмотрите, какое разнообразие коктейлей, фруктов были поданы возле бассейна, их также разносили возле пляжа. Можно было сделать красивые фотографии, отдохнуть, повеселиться, пообщаться. Когда мы отдыхали в Шарм-Аль-Шейхе, в отеле Jazz Mirable Beach, там была такая же пляжная вечеринка с коктейлями и фруктами. Поэтому, в принципе, вижу одинаковую тенденцию концепций в отелях City Jazz. Друзья, и хочу напомнить, что про этот отель будет еще одна серия, поэтому не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе, когда же выйдет вторая серия об этом отеле. И чем еще может вас порадовать этот отель, так это огромной протяженной вот такой набережной, променадом, который длится 2,5 километра. Вы можете прогуливаться вдоль моря, дышать свежим воздухом, ощущать на себе легкий бриз, и это замечательно. Если вы приезжаете с маленькими детками, с колясками, то здесь будет гулять просто идеально. Также те люди, которые любят утренние пробежки, пока еще нет знойной жары, этот променад будет просто находкой для вас. Я бы, конечно, посадила здесь пальмы справа и с левой стороны, и немножечко сделала его бы шире. Ну, а так, в принципе, все отлично. Посмотрите шезлонги и зонтики, которые стоят практически одинокими. Это свидетельствует о том, что отель не полностью забит, и это очень хорошо. Марсалам еще не настолько популярен, друзья, поэтому здесь вы найдете пока что для себя спокойный, тихий отдых. Но, конечно же, следует отметить и следующее. Не забывайте, что Марсалам все-таки ветреный регион, и зимой здесь будет отдыхать достаточно некомфортно именно из-за ветра. Посмотрите на верхушке пальм, даже сейчас видно, что ветер присутствует и достаточно сильный. Летом и ранее осенью здесь будет отдыхать просто идеально, потому что ветер будет вас спасать от знойной жары. Но зимой, повторяю, при задумайтесь. Посмотрите с правой стороны, сейчас подходим к массажному салону, который находится у берега. Тоже здесь здорово отдохнуть, насладиться массажем под шум волн. Своя атмосфера, конечно же, здесь присутствует, и это супер. Мне очень нравится, что пляжи поделены на вот такие небольшие бухточки, где можно уединиться, расслабиться. И этот уже определенный кайф, что нет столпотворения на пляже. А все, кто любит путешествовать с комфортом, предлагаем вам VIP-трансфер в Египте, который быстро и комфортно доставит вас из аэропорта в отель, из отеля в аэропорт. Марсалам, Шармальшейх и Хургада, обращайтесь. Но как же всеми любимая Турция? И здесь наша транспортная компания подготовила для вас комфортабельные машины Mercedes. На выходе из аэропорта вас встретит водитель с табличкой, поможет поднести багаж. И в удобстве, с Wi-Fi, сладостями и напитками, если понадобится детскими креслами, вы быстро доедете в свой отель. Цены на нужный вам регион и отзывы туристов, которые уже воспользовались трансфером, вы найдете в описании под каждым видео. В отеле Jazz Mariah любители романтики могут встретить невероятно красивые закаты. Друзья, а теперь предлагаю пройти и посмотреть коралловый риф этого отеля, ведь многие ассоциируют Марсалам с самым красивым подводным миром и его обитателями. Давайте же посмотрим, действительно ли это так. Давайте обратим еще внимание на понтон. Удобно, что он устойчивый, деревянный. Это особенно важно в тех местах, где присутствуют частые шторма, ведь Марсалам ветренный регион и достаточно часто здесь море волнуется, поэтому устойчивость понтона это также важно. Ну а если вы любите погружаться с аквалангом, то мы сейчас подходим к остановке, где все целенаправленно оборудовано для такого мероприятия. Проходим льве и направляемся к спуску, к лестницам, где могут спуститься любители просто поплавать с масками эластами. Еще хочу обратить ваше внимание за счет того, что достаточно часто здесь бывает шторма. Были такие дни, когда к понтону прибывал мусор, но за несколько дней вода очистилась и в принципе стала достаточно прозрачной и все было классно. Но такой вот минус здесь может присутствовать, поэтому имейте это ввиду. Друзья, кто еще не подписался на наш канал, делайте это прямо сейчас и нажимайте колокольчик, потому что в скором времени у нас появятся обзоры отелей Турции, самых популярных отелей. Добро пожаловать на наш канал. Итак, а мы уже подошли к основательной части, где можно расположиться перед заплывом. Удобно, что есть прорезиненное покрытие на полу, есть ячейки, где можно оставить свои вещи и, конечно же, удобные спуски. Стационарная лестница, железная и устойчивая. Конечно же, здесь бы тоже не помешал какой-то резиновый коврик на каждой ступеньке, но про него здесь забыли, поэтому, если переживаете, берите коралловые тапочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, как вам подводный мир этого отеля? От себя могу сказать, что меня порадовали больше морские обитатели, нежели сам коралловый риф. Ну, это лично мое мнение, а вы напишите свое. Особенно, те, кто успел отдохнуть в этом отеле. Как вам риф? Что видели? Какую красоту? Каких обитателей? Возможно, вы успели увидеть Дегуоня? Пишите все в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а если вы интересуетесь, есть ли в этом отеле песчаный заход? Да, он здесь есть. Нам нужно будет прогуляться аж туда далековато, конечно, идти, если знойная жара летняя. Но, хотели песчаный заход? Получайте. Идем смотреть в ту сторону. Песок мягкий, приятный к ногам. Из минусов то, что придется очень далековато идти, чтобы набрать хоть какую-то глубину. Но, самое главное, что песчаный берег и заход присутствуют. Если вы приезжаете с совсем маленькими детками, вам будет где посидеть у берега. Пляж в отеле оборудован достаточно комфортно. Присутствуют ширмы от ветра, новые шезлонги, много зонтиков. Вам всегда будет где уединиться. Пляж широкий, протяженный. Достаточно много вариантов для спортивного времяпрепровождения. Есть и вольбольная площадка, и футбольное поле. Можно поиграть в бочу. Активная шоу-программа работает не только на территории отеля, но и возле береговой линии. Это классно. Возле берега есть детская площадка, которая расположена в тени. Всегда это стараюсь подчеркивать, потому что для деток это особенно важно. Конечно же есть душ, который расположен возле пляжа, и кабинки для переодевания. Ну а мы пока что возвращаемся к обзору территории отеля. За что можно полюбить жаз? Да за то, что всегда все продумано хорошо. Тенистые места, удобные шезлонги, удобно, что рядом присутствует душ возле каждого бассейна. И конечно же небольшие спортивные зоны. Допустим теннисный стол, который также расположен в тени. Это очень удобно, особенно в знойную жару. Давайте посмотрим на общественные места, где же можно сходить в туалет. Все чистенько. Незамедлительно переходим к бару, который вечером перевоплощается в ресторан а-ля карт с рыбным меню. Каждый отель запоминается какой-то своей особенной изюминкой. И в отеле Джаз Марая изюминкой является именно этот бар, который расположен на возвышенности. Вечером вы можете прийти сюда, расслабиться на мягких диванчиках, насладиться замечательной музыкой, понаблюдать за звездами, послушать шум волн и конечно же увидеть красивые виды, которые запомнятся вам надолго. Путешествуйте, друзья, и пусть ваши поездки вас вдохновляют, добавляют вам сил, крепкого здоровья. Желаю вам всего наилучшего. С вами был ваш канал Квест Вояж. Хочу выразить огромную благодарность за предоставленный видеоматериал. Семье Величко, вы наши звездочки. Семье Величко, выразить огромную благодарность за предоставленный видеоматериал.